Несмотря на снижение количества заболевших COVID-19, соблюдение масочного режима проверяют также тщательно. Общественный транспорт, торговые точки, аптеки в зоне внимания мобильных групп. В их составе сотрудники местных администраций, правоохранительных органов, специалисты Роспотребнадзора. Одно из мест массового нахождения людей – пассажирский транспорт. Согласно 92-му указу главы Чувашии, и водители, и кондукторы, и, безусловно, пассажиры, обязаны иметь при себе средства индивидуальной защиты. Чаще всего с горожанами проводят разъяснительные беседы. Однако это не значит, что за нарушения не привлекут к административной ответственности. Вот сегодня мы тоже находимся на Марпасадском шоссе. Задача – проверять соблюдение масочного режима как пассажирами, водителями транспортных средств. В случае выявления нарушения составляются акты, протоколы, как на водителей, на пассажиров транспортных средств, так и на предпринимателей, на перевозчиков непосредственно. Сегодня в Чебоксарах работает не менее 20 мобильных групп. Идет дезинфекция мест общего пользования, в том числе обработка детских площадок. Особое внимание к тем, кто только приехал в столицу из других регионов. Самоизоляцию никто не отменял. У нас на территории Ленинского района составлено таких актов фиксации нарушения 108 штук. У нас на сегодняшний день ношение масок – это обязательный режим. Поэтому все магазины обязаны держать в наличии либо бесплатные маски, либо их продавать. Также во многих продовольственных магазинах есть перчатки, то есть защищающие наши руки. Существует еще перечень товаров первой необходимости. Он состоит из 28 пунктов, в котором обозначены те товары, которые разрешены к продаже на сегодняшний день. К сожалению, многие наши магазины, торгующие товарами промышленного назначения, продают свои товары и прикрываются товарами первой необходимости, то есть масками. С начала введения ограничительных мер в Чебоксарах составлено 427 актов о нарушениях и даны разъяснения нескольким десяткам тысяч жителей. Штраф для физических лиц составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 50, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей. Евгений Романов, Игорь Зверев, Республика.